всем привет дорогие мои любимые зрители с вами не агара и мы продолжаем чтение этой новеллы обратно мы доплыли быстрее потому что я постарался сконцентрироваться на гребле не отвлекаться ни на что он другое хотелось лишь вернуться на пристань живым первый заплыв не прошел бесследно и в этот раз руки начали болеть уже после нескольких взмахов веслами пришвартовав лодку я обессиленно рухнул на землю славе и лена склонились надо мной если тебе было так тяжело то сказал бы да да нет ничего сейчас полежу и все пройдет ладно тогда отнеси корзинки пожалуйста ольги дмитриевне а то у нас еще дела есть да конечно сейчас я был готов согласиться на что угодно лишь бы не вставать славя поставил корзинки полной земляники рядом со мной весело чем-то болтая с леной направилась в сторону площади самое тяжелое сделано так и думал пока не встал и не взял корзинки после спортивной гребли они казались мешками с цементом хотя вряд ли весили больше пары килограмм каждая из-за этого путь до домика вожатый занял у меня куда больше обычного приходилось останавливаться через каждые 50 метров чтобы отдохнуть когда я все же дошел то поставил корзинки на землю а сам с трудом опустился в шезлонг ольга дмитриевна ольга дмитриевна вам гостинцы принес ответа не последовало я с трудом поднялся и зашел в домик внутри никого не было не хотите как хотите я улегся в шезлонг и затремал такой сон у него мне приснился странный сон про земляничные гонки и оплыл на лодке греб изо всех сил чтобы спастись от огромных ягод которые гнулись за мной руки уже отказывали глаза заливал пот так что ничего не было видно кровь стучала в висках но земляники все приближались они скалили на меня свои хищные пасти но постойте пасти у земляники семён семён я проснулся передо мной стоя ольга дмитриевна трясла меня за плечи я смотрю урожай вы собрали неплохой не так ли да благодаря помощи девочек понятно но это еще не все действительно я тоже размечтался хотел спокойно полежать ты же знаешь зачем эта земляника не имею ни малейшего понятия признался я честно будем из нее делать торт ясно что ж весьма логично честь чудесного спасения шурика ведь это все благодаря тебе было понятно что земляника дело не ограничится и почему скажите на милость если я такой герой то праздник честь себя должен организовывать сам ну наверное так вот меня для тебя есть ответственное задание для торта не хватающую еще дрожжей муки и сахара все это надо принести в столовую до ужина а те кто торт будут печь не могут как-то сами жалостливо поинтересовался я конечно нет они все заняты а без дела у нас в лагере слоняешься только ты хотя в ее словах и была изрядная доля правды сейчас мне от этого никак не становилось легче более того они послужили контрольным выстрелом итак запоминай дрожжи возьмешь медпункте муку в библиотеке сахар в здании кружков как-то странному как библиотеке что он там делает вообще дрожжи в медпункте очень странно вообще я думаю что все это должно быть по логике со самой столовой ну сахар ладно подождите мне некогда я спешу удачи тебе на хитро удалось и ушла конечно в этом лагере много странного но дрожжи в медпункте окей это я понять не могу но мука в библиотеке сахар не это тоже выходит в рамки разумного я смачно плюнул себе под ноги не хочу не желаю в это верить скажите же скажите что вы меня разыгрываете если бы сейчас передо мной появилась толпа зеленых жирных троллей каждый из которых считал себя обязанным вдоволь посмеяться дам надо мной я бы не удивился может быть ну и вот этот торт некоторое время я обдумывал как поступить нет если такая масштабная задумка ольги дмитриевны сорвется то мне влетит так что мало не покажется и усложнится все и поиски ответов которыми я уже давно не занимаюсь и просто моя обычная жизнь в лагере похоже придется все же так лучше в медпункт библиотека их кружки мне начинает казаться что в последнее время слишком уж часто бывают медпункте тоже ничего не поделаешь так складываются обстоятельства я вздохнул и постучался войдите несколько нараспев ответила медсестра здравствуйте меня ульга дмитриевна прислала за я несколько сумелся дрожжами а да конечно она широко улыбнулась только у меня их нет пионер как так она сказала что раньше были до кончились я даже не стал спрашивать зачем они вообще понадобились медсестре впрочем ты не расстраивайся могу предложить тебе аспирин например может быть он мне не помешал бы где же мне тогда их достать я вздохнул а вот она открыла ящик и достала какую-то бутылку я присмотрелся пиво останкинская а что такого пиво тоже продукт брожения на пристально посмотрела на меня никто и не заметит на в ее словах была логика но все происходящее казалось мне настолько гортескным что и не сразу нашелся что ответить на конечно торт с пивом классная идея а вы уверены абсолютно ладно карман шорт бутылка явно не влезала спасибо неуверенно промямлил я и вышел из медпункта нет пиво наверняка может заменить дрожжи даже моих секундных знаний по химии биологии хватит чтобы поверить в это но вообще ходить бутылка в руках мне сразу показалось не лучшая идея поэтому я решил отнести в доме кульги дмитриевне спрятать там ну и до него надо было добраться так чтобы пиво не заметили я сосунул бутылку под рубашку все бы хорошо но на площади меня кликнула славя точнее она вынурнула у меня из-за спины так неожиданно что я должен вздрогнул как продвигается что поиски ингредиентов а ты уже знаешь да славя улыбнулась нормально стараясь не выдавать свое волнение ответил я а что у тебя там показала на выпечиваешься из-под рубашки бутылку а это кажется попал да так ничего особенного я глупо захихикал мне пора площадь я покинул почти бегом оставил славу в недоумении хорошо что она не из тех людей которые будут задавать лишние вопросы есть в этом лагере те кого хлебом не корми дали засунуть нос чужие дела проходя мимо домиков пионеров я столкнулся с ульянкой что прячешь она хитро посмотрела на меня я решу что операции нет смысла поэтому вызывающий ответил а не твое дело шифровку штаб несу большая шифровка бутылку я держал на уровне пояса поэтому несколько смутился может тебе помочь сам справлюсь я уверенно обошел ульяну и продолжил путь моему удивлению она ничего не сказала не стала преследовать меня вот уж действительно странно ольги дмитриевны домики не было так что мне удалось спокойно спрятать бутылку к себе под кровать выйдя на улицу и облегчено вздохну действительно никогда бы не подумал что буду так переживать из-за одной бутылки пива словно вернулся в старшие классы школы хорошо что сейчас она в безопасности а если даже и найдут скажут что скажу что не моё опыт придумывания правда меня у меня был большой ну хорошо мы вместо дрожжей раздобыли бутылку пива пойдемте библиотеку если все остальные пункты списки продуктов для торта хоть как-то укладывались у меня в голове то мука библиотеки нет я долго думал кому и зачем она могла там понадобиться ни одного сколько-нибудь толкового объяснения на ум не приходила учитывая суровый характер жени лучше сначала постучаться открыто жени внимательно посмотрел на меня из-под очков чего тебе и ты не подумай ничего мне бы и не хотел выглядеть идиотом поэтому решил предельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию мне мука нужно ольга дмитриевна сказала что она здесь есть я понимаю что это странно держать муку библиотеки но меня к тебе послали а нужна она для торта отметить спасение шурика да есть у меня мука что тут такого удивленно ответь уважение ту секунду мне показалось что я получил тяжелой гири по голове перестал что-либо понимать мука библиотеки есть и тяну что здесь такого может зазеркали я алиса сейчас съем волшебный гриб и отправлюсь домой эй да я замечтался подожди здесь сейчас принесу она скрылась за книжными шкафами а я скрестил руки на груди принеса ждать через пару секунд послышался звук скрипящих петель может тебе помочь крикнул я сама справлюсь буркнула жени в ответ она в погребе так что придется недолго подождать хорошо хорошо прошло же несколько минут а женя так и не возвращалась я уже начал волноваться как вдруг две библиотеку открылась вошла алиса похоже она не ожидала меня здесь увидеть а ты что тут делаешь а что нельзя грубо ответил я алиса немного опешила да мне какое дело фыркнула она и направилась к столу жени а ты сама зачем пришла алиса пристально посмотрела на меня оценивающим взглядом затем открыла рот собирая что-то сказать но вдруг спохватилась и отвернулась пряча что-то за спиной книгу отдать сказал я первое что пришло в голову не твое дело не очень уверенно ответила она а что за книга алиса промолчала да посмотреть интересно ведь что читает мисс не влезай убьет не твое дело в ее голоса был было еще меньше уверенности ладно ладно я не настаиваю хотя на самом деле мне было очень интересно что же такое читает алиса более того я вообще удивился увидев у него в руках книгу телевизор кино компьютер если бы он здесь был все это казалось более подходящими развлечениями для девочки вроде нее а тут книга так ну попытаться выхватить наверное о чем мы ничего не будем делать делать все же любопытство взяло вверх я воспользовался тем что алиса не смотрит на меня и тихо подкравшись аккуратно выхватил книгу ай звезгнула она следующую секунду ее лицо приняло такое выражение что я уже начал сомневаться в правильности своего решения раз уж скоро умирай то хотя бы посмотрю ради чего в руках у меня была унесенный ветром та же книга что тогда вечером на скамеечке читала лена от удивления я даже забыла неименуемой смерти интересно да покраснев не хотя ответила алиса ладно тогда я протянули книгу алиса бросил ее на стол и быстро несмотря на меня вышла из библиотеки значит и ей ничто ничто человеческое не чуждо в конце концов она тоже девочка быстро проанализировав произошедшее я заключил что ничего такого странного и не случилось наконец библиотека огласилась громогласным стоном жени забирай я обошел шкафы с книгами видел спотевшую библиотеку сидевшую рядом с люком в погреб а рядом с ней небольшой мешок может быть у них тут что-то типа склада спасибо я взял мешок и вышел из библиотеки слава богу что он оказался не очень тяжелым и до домика ольга дмитриевна я его донес без особых усилий так ну что общие кружки остались да казалось что за сегодня мне пришлось пережить столько же сколько за все предыдущие дни так что подходя к зданию кружков я и думать забыл о том что искать здесь сахар вообще говоря несколько странновато ничего себе у них какая женщина кошка шурик электроник что-то влеченно мастерили влеченно настолько что даже не заметили меня я присмотрелся это был какой-то робот хотя бы его корпус причем робот женского пола да еще с ушами мне не хотелось строить теорий для чего осветилом лагерной кибернетики могла понадобиться это устройство хоть конструкции выглядело относительно технологично у меня были большие сомнения в том что этот робот сможет в будущем завоевать мир или хотя бы вообще будет способен на какие-либо самостоятельные действия однако им кажется вообще сам процесс нежели сложнее сам процесс нежели конечный результат и тут я мог их понять хотя мне не хотелось признаваться в этом самому себе с другой стороны они не боялись провала критики на смешек шли и шли себе к намеченной цели не обращая внимание на то что кому-то она может показаться недостижимой или вовсе абсурдной как будто я правда их сравниваю с какими-то светилами науки привет ребята неуверенно поздоровался я о семен заходи всегда рады да я и так уже зашел вообще-то ты это извини за вчерашнее хотя я почти ничего не помню но мало ли что в общем чего ничего а что тебя привело в нашу скромную обитель электроник хитро посмотрел на меня пару мне казалось что когда он делает такое выражение лица то полностью уверен что знает про собеседника нечто чем можно козырнуть подходящий момент сахар мне нужен сахар перед глазами сразу спала картина из старой компьютерной игры где какой-то юнит строитель или что-то подобное во все свои пять пикселей кричал more we need more это есть у нас спокойно ответил электроник а зачем он тебе я не хотел объяснять шурику что в его честь хотят испечь торт не хотел портить сюрприз не знаю Ольга Дмитриевна попросила принести ладно сейчас электроник скрылся за дверью в соседнюю комнату почему сахар именно у вас лежит а не в столовой когда в прошлый раз машина с продуктами приезжала то его выгружали последним а так как наше здание ближе всего к проходной то чтоб далеко не носить логично открылась дверь и появился электроник тащит за собой огромный мешок я конечно не знал какого размера торт планирует испечь Ольга Дмитриевна но здесь сахара явно многовато спасибо конечно мне столько не надо а куда же нам его переложить электроник удивленно посмотрел на меня нам некуда просил сахар сбирай похоже та его улыбка все же не была без причины может быть тогда поможешь мне дотащить тут недалеко же а мы заняты он показал рукой на робота я пристально посмотрел на шурика в конце концов он был мне обязан тот замялся но все же стыдливо отвел глаза я вздохнул взял мешок и направился к выходу спасибо что же надрываясь сказала я на прощание однако далеко уйти не получилось уже через каких то двадцать метров мне пришлось поставить мешок на землю чтобы передохнуть не знаю сколько он весил но казалось что точно не менее двадцати килограмм с одной стороны до столовой оставалось всего каких то пару сотен метров с другой же даже такое расстояние с подобным грузом на плечах иногда в руках ногах под мышкой или даже на голове казалось мне тогда не посильным я уже твердо решил передвигаться небольшими рывками с длительными остановками к ночи как раз добрался бы как услышал голос посади себя может тебе помочь да ладно неси мешок за меня передо мной стояла Лена не думаю что у тебя это получится именно в такие минуты я мучительно тяжело ощущал что мне катастрофически не хватает физической формы я могу за тележкой сходить тележка почему я сам об этом не подумал да это было бы здорово подожди тут я быстро она улыбнулась убежала в сторону площади и что бы я без нее делал хорошо что Лена все же не всегда такая застенчивая иногда и вполне может проявить инициативу я задумался сейчас она выглядела довольно странно ни тени робости на лице наоборот улыбка уверенность предложения помочь само по себе не было чем-то из ряда вон выходящим но от Лены через пару минут она вернулась с небольшой тележкой я поставил на нее мешок спасибо не за что она покраснела и ставила себе под ноги ну вот опять тогда я пойду да удачи еще раз спасибо крикнул я и вслед иногда мне казалось что в Лене живут два разных человека но второй уверенный в себе веселый местами даже какой-то дерзкий появляется только передо мной или мне опять все это кажется я решил что лучше принесу все ингредиенты одновременно поэтому направился с тележкой в сторону домика Ольги Дмитриевны наконец все необходимое было собрано я вытащил тележку с сахаром на улицу и положил на нее мешочек с мукой а сверху приспособил кое-как две корзины с ягодами пиво же я предусмотрительно засунул под рубашку от греха подальше день близился к вечеру это значило что пора спешить ведь торт еще надо испечь конечно я бы куда с большим удовольствием сейчас просто лег закрыл глаза и заснул но нельзя подводить Ольгу Дмитриевну он там нагребся в этой лодке думал что сейчас отдохнет еще пришлось мешки таскать увидеть припахали парня более того после сегодняшних приключений я уже чувствовал и собственную ответственность за успех всего этого мероприятия выйдя на площадь я ненадолго остановился чтобы отдышаться нет тележка не была тяжелой ехала легко и не приходилось прилагать особых усилий просто люблю физические ой любые физические нагрузки вызывали боль и физическую и душевную я присел на лавочку закрыв глаза что это мне было наплевать кто это наверняка просто какая-нибудь пионерка заинтересовавшаяся необычным коллегой по несчастью ты о чем встала спросил я на ничего не ответила ингредиенты для торта ты любишь торты не знаю что никогда не пробовала не знаю девочка очевидно не понимала про что я но тогда это не показалось странным разговор меня совершенно не интересовал так как я устал настолько что не имел никакого желания как бы то ни было классифицировать внешние раздражители разделять их на обычные и необычные понятно ты приходи попробуешь правда правда а с чего их делают кого рассеянно спросил я эти твои торты ну мука сахар начинки всякие какой-то странный вопрос неужели она не знает из чего состоит торт это все у тебя там да частично и сахар и сахар а можешь мне немного отсыпать зачем это уже было пожалуй чересчур внезапно налетел ветер я инстинктивно схватился за тележку открыв глаза однако передо мной никого не было неужели мне все это почудилось однако мешок с сахаром развязался и под ним на земле высилась небольшая горка может быть она ветра испугалась и убежала поправив поклажу я встал со скамейки и продолжил свой нелегкий земляничный путь после столовой не было ни души ничего удивительного а ведь что-то я быстро щелкнула не прочитала так подождите а вот ведь до ужина оставался еще один час вот так я подкатил тележку к заднему входу и сдал продукты с рук на руки местной поварихи наверное она уже была в курсе что с ними делать поэтому и посмотрел на меня так недобро не уверен сколько по времени занимает приготовление торта но видимо ей придется поспешить оставшиеся до ужина время хотелось просто отдохнуть проще говоря я слишком устал поэтому сел на ступеньки и принялся ждать глаза закрывались сами собой наверное за весь день меня слишком сильно разморила поэтому я не заметил как кто-то подошел легонько стукнул меня по плечу привет передо мной стояла Мику и тебе даже без зеркала я мог представить выражение крайнего скептицизма и раздражение у себя на лице извини я помешала наверное да нет я просто сидел а ну тогда ладно Мику распылась в улыбке я просто шла на ужин думала что уже пора оказалось что еще рано но я все же решила проверить может не я ошиблась а часы ну то есть часы не могут ошибаться просто их не так поняла кажется она окончательно запуталась и замолчала еще полчаса примерно до ужина отлично тогда я с тобой тут посижу подожду не возражаешь откровенно говоря я возражал знаешь у меня еще дела кое-какие я поспешно встал и не прощаюсь удалился как обычно игнорируя Мику что-то кричащее след через минуту я вышел на площадь и сел на лавку с твердым намерением хотя бы здесь дождаться ужина в тишине и спокойствии пожалуй такое со мной впервые за последние четыре с половиной дня я не просто злился на какие-то незначительные неудобства а по-настоящему бесился меня абсолютно перестало волновать где и почему я здесь не волновало меня и то как выбраться отсюда сейчас я больше негодовал за того что именно мне постоянно приходится выполнять глупые поручения вожатой именно я вечно попадаю в идиотские ситуации а иногда я вообще выступаю шутом если это проделки инопланетян или задумка вселенского разума то им неплохо бы показаться психиатру я скрипну зубами жалку локи а самое обидное в том что все происходит как-то само собой я бы рад не таскать кудовые мешки с сахаром но выбора то никакого нет точнее альтернатива приведет куда худшим последствиям чем растянутые мышцы и ущемленное самолюбие на кого злишься передо мной стояла ульянка и хитро улыбалась на кого рассеянно ответил я однако кулаки меня выдавали так просто ладно-ладно дело твое ты лучше скажи мне зачем весь день по лагерю бегал с всякими мешками дела были нехотя ответил я судя по всему это продукты может и продукты ульяна собиралась что-то сказать но в это время заиграла музыка призывающая пионеров на ужин как быстро на полчаса прошли я с облегчением вздохнула и быстро направился в сторону столовой оставив ульяну позади Семен спасибо тебе огромное за что вожатая приветливо улыбалась за торт ах да в тот момент я как нельзя лучше понял смысл поговорки спасибо в карман не положишь ты же никому не рассказывал это должен быть сюрприз да вот и молодец а теперь давай марш на ужин Ольга Дмитриевна махнула рукой в сторону столовой я медленно переступил порог и принялся искать свободные места сегодня их оказалось много так что появилась возможность поесть в одиночестве на ужин давали рыбы с картофельным пюре опять неудача останусь полуголодным да и к тому же рыба была в обед сегодня что рыбный день хм отодвинув сторону тарелку с жареным морским обитателем я пустил голову на руки и закрыл глаза наскоре к моему столику кто-то подошел что с тобой ничего ответил я не меняя положение устал да есть немного это плохо серьезно сказала Славя еще бы ты же помнишь что после ужина мы все в поход идем уже собрался чего куда я моментально открыл глаза и поднял голову рядом со Славей стояла Лена поход она удивилась ты не знал нет я опустил голову на стол закрыл ее руками если бы сейчас была возможность провалиться под землю девочки молчали некоторое время я находился наедине со своими мыслями меня это вполне устраивало может быть удалось бы даже так просидеть до конца ужина но из дальнего угла столовой донесся громкий голос Ольги Дмитриевны ребята в честь чудесного спасения нашего друга и товарища Шурика мы приготовим для вас этот торт я нехотя поднял голову посмотрел в сторону вожата ничего не видел за плотно сломкнутыми спинами пионеров сейчас сейчас а про меня даже и не упомянули что я Шурика спасал что продукты для торта таскал как будто так и положено что ж от вожата этого стоило ожидать пойдем а то без нас сидят Славя улыбнулась пойдем согласилась с ней Лена да конечно я нехотя встал и поплевся за девочками когда мы подошли к толпе пионеров Ольга Дмитриевна как раз поставила торт на середину стола а теперь как картинка закончить вожата не успела потому что из толпы пионеров искачал Ульянка накинулась на торт она успела надкусить его в нескольких местах до того как ее начали оттаскивать Ульянка упиралась и визжала за все Действительно такое поведение это перебор даже в разговор или трибунал вмешался Шурик да ладно вам Ольга После пары минут замешательства пионеры стали потихоньку расходиться. Ну и мы тоже расходимся на сегодня и встретимся с вами очень скоро в продолжении этой истории. Всем до скорого и пока-пока!